На стадионе «Электрон» завершился турнир, посвященный 111-летию люберецкого футбола. За звание «Лучшая команда» сразились шесть футбольных клубов. Как прошел финальный матч и кто стал победителем, расскажем в нашем следующем сюжете. Турнир проходил с 11 ноября на стадионе «Электрон» в Краскове. Его организовала и провела Федерация футбола городского округа. За главный трофей боролись мужские команды из Люберец и соседних муниципальных образований, ранее входивших в состав Люберецкого района. В групповом этапе каждая команда сыграла по три матча. Сегодня было еще три игры. Играли за пято-шеестое место. Краскова выиграла у Люберецких Шор за третье-четвертое. Томининский альянс выиграл у Котельников. И вот сейчас проходит финальная игра. Такие турниры сближают участников, сближают команды. И мы надеемся, что и болельщики тоже будут сближаться. На трибунах вместе с юными футбольными фанатами за финальной игрой наблюдали люберецкие ветераны спорта, которым вручили сувениры. Многие из них начинали играть в футбол почти 70 лет назад. В 55-м я уже начал играть и в хоккей, с мячом в Люберцах, и в футбол. Начинали мы с дворовых команд, а потом уже за юношей играл, за торпеда Люберцы. А потом пришел я на звезду с хоккей, с мячом. Мы играли на область, на Россию играли. Увидеть красивую игру и поддержать любимую команду мог каждый. В упорном бою лыткаринцы обыграли Люберчан со счетом 4-1. Это последний комплект медалей, разыгранный в турнире. Был очень плотный матч. Жаль, не смогли вырвать победу. Обязательно в следующем сезоне мы управим себя и выиграем этот чемпионат. Хороший соперник. Ребята молодые, двигаются, все бегут. Было много борьбы, много стыков. Где-то нам чуть больше повезло, поэтому мы победили. Турнир, посвященный 111-летию люберецкого футбола, завершил осенний цикл игр. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Богдан Колесников и Юнгенты на Турнир. Продолжение следует...